Один из сдерживающих факторов развития туризма, по мнению специалистов, это недостаток современных гостиниц эконом-класса. Альтернативой этому призваны стать хостелы. Сегодня в гостиничную инфраструктуру Хабаровска входит 90 гостиниц, среди них даже есть одна пятизвездочная, 16 хостелов и 400 квартир, правда, это только официально зарегистрированные, которые сдаются посуточно. В отличие от гостиниц и квартир, хостелы получили широкое распространение только в последние 2-3 года. И у этого сегмента туристического бизнеса появились как сторонники, так и противники. Нет, в хостеле не останавливались, считаю, что надо отдыхать нормально в гостиницах, с нормальным сервисом, тем более семьей. А если это хостел, сейчас идет развитие семейного типа, вы бы остановились? Вы знаете, я не представляю, как может быть хостел семейного типа. Семья это как ячейка, она должна отдельно отдыхать в комфорте и уюте. Ну, абсолютно нормальная, доступная, в принципе, как бы для приезжих. То есть, если, допустим, гостиницу не кажется, себе может позволить, то хостел, в принципе, достаточно более доступно, скажем так. А тогда на секундочку представим, что хостел располагается в вашем доме. Какое отношение? Тут же такое дело в зависимости от того, как его сделают. Я была бы против, потому что чужие люди проходимы с большим. Неизвестно, какие люди заселятся. Несмотря на противоречивость мнений, рынок диктует свои условия. Далеко не каждый может позволить себе остановиться в гостинице. Средняя стоимость стандартного номера – 3,5 тысячи рублей. Номера люкс – 17 тысяч. Если снять квартиру, то цена однокомнатной – примерно 1700 рублей в сутки. Трешка будет стоить, как стандартный номер в гостинице. Одно койко-место в хостеле обойдется по стояльцу в среднем в 650 рублей в сутки. Занять всю комнату будет в три раза дороже. Насколько в Хабаровске популярен такой сегмент гостиничного бизнеса, как хостел? Кто основной потребитель их услуг? Какие требования законодательство предъявляет к мини-отелям? Для получения ответов на эти и другие вопросы мы встретились с региональным представителем Союза хостелов России Татьяной Ермаковой. Увидела, что достаточно интересная ниша – это ниша гостеприимства. Но поскольку построить гостиницу или арендовать большое помещение именно под гостиницу – это нужно очень большие капитальные вложения, я решила попробовать на примере хостела. И наш первый хостел был открыт три года назад. Чем отличается хостел от гостиницы, от отеля? В хостеле это одно из условий, что это общая комната, в которой может размещаться от двух до неограниченного количества человек. Это общие ванны, санузлы, общая кухня. То есть это некая атмосфера гостеприимства, когда люди приезжают в город, и у них есть возможность пообщаться. Но при этом стоимость берется не за номер, а именно за койко-место. Как часто хостелы находятся именно в многоквартирных домах? В Хабаровске на сегодняшний день функционирует около 16 хостелов, 30% из которых находятся в жилых квартирах многоквартирных домов. На самом деле уже неоднократно в течение трех лет были попытки отдельных депутатов внести поправки в законопроект, запрещающих размещение любого средства размещения в жилой квартире жилого дома. Это касается не только хостелов, это мини-отели, квартиры посуточно. Даже обычный житель, имеющий в собственности квартиру, в рамках этого закона не имел права ее сдавать на короткий срок, только на длительный. К счастью, данные поправки не прошли окончательного какого-то этапа, и будут внесены эти изменения или нет, сейчас очень сложно сказать. Татьяна, вы рассуждаете с точки зрения бизнесмена, это понятно, но ведь соседям на самом деле это может мешать. Я могу сказать, только в части хостелов, которые находятся в Хабаровске, в центре города, те хостелы, которые находятся в жилых домах, они приличные хостелы, то есть они, ну у них тот контингент, который приезжает в данные хостелы, это не какие-то бомжи, да, это иностранцы, это организованные группы, и эти хостелы осуществляют свою деятельность легально, ну абсолютно официально, и соблюдают все эти правила, которые требуются для осуществления этой деятельности. Татьяна, вот ты хотела уточнить, какие правила проживания существуют для постояльцев? На самом деле таких правил много, о них можно долго рассказывать, давайте я вам лучше покажу это наглядно. Первое правило проживания в хостеле – снимать уличную обувь, а также не мешать соседям, если они отдыхают, соблюдать чистоту, не портить имущество, в общем, все как дома. В большинстве хостелов подразделяются комнаты на мужские и женские, для удобства посетителей можно делать вот такие шторки, то есть человек может лечь, отдыхать, но обязательно наличие розетки, вот такого светильничка, чтобы человек мог не мешать другим при чтении, допустим, литературы и так далее. Татьяна, но все же какие-то требования существуют, точнее даже нормы, например, на определенное количество квадратных метров, сколько-то кроватей, сколько-то койко-мест. То есть на 4 квадратных метра должно приходиться не более одной кровати. При этом на расстояние между потолком и краем кровати должно быть не менее 75 сантиметров. На самом деле это прописано в стандарте. Также кровати могут быть двухъярусные, и требование к квадратным метрам помещения, оно относится именно в том числе и для двухъярусной кровати. Также обязательно наличие санузла, то есть санузел может находиться как в номере, так и быть общим. И на 15 человек должен быть один санузел и одна ванная комната. Такие же требования к кухне? Кухня носит рекомендательный характер, но обязательно должно быть то место, где гости должны общаться, где они могут приготовить себе еду. И, как правило, такие кухни полностью оборудованы. То есть есть холодильник, микроволновка, полный комплект посуды. То есть гости, они приезжают к нам в город с целью познавательной, то есть это туризм. И, соответственно, они экономят в том числе и, скажем так, на расходах на питание. Гости из каких стран обычно приезжают в Хабаровск? Вообще со всего мира. Это Южная Корея, это Америка, Новой Зеландии, Нидерланды, Франция, Германия. То есть абсолютно весь мир. И в том числе, например, были из Тайваня и Новой Зеландии. И здесь можно посмотреть отзывы гостей, где они пишут свои впечатления о своем месте пребывания. Практически на всех языках мира. Практически на всех языках мира. Татьяна, если все же когда-то ужесточат требования к размещению хостелов, я все-таки про многоквартирные дома вернусь к этому, то как это повлияет на бизнес и что будут делать предприниматели, у которых хостел? Конечно, наличие хостела в жилой квартире, это подразумевает то, что предприниматель, это не бизнес, это некая самозанятость того человека, который открыл этот хостел. Потому что в квартире большое количество мест не разместишь. И, соответственно, некая рентабельность или доходность этого хоста, она будет очень низкой. И владелец не всегда может себе позволить иметь отдельно горничную, отдельно администратора, отдельно службы приема размещения. И часть функционала он будет выполнять самостоятельно. То есть, соответственно, лучше выходить из жилого фонда, для того, чтобы была возможность соблюдать все требования законодательства. Потому что всегда соседи будут чем-то недовольны. Всегда может быть ситуация, связанная с тем, что и гостям там неудобно находить такие хостелы. Потому что они, как правило, находятся в подъездах жилых домов, и нет никаких указательных знаков, и найти всегда бывает сложно. Татьяна, какие советы вы дадите при выборе хостела? На что мы должны как потребители обращать внимание? Ну, обязательно нужно читать отзывы. Сейчас каждый объект размещения, он представлен в интернете. Заходите, читайте. И в большинстве случаев это отзывы, которые действительно отражают то состояние дел, которое есть на самом деле. Те хостелы, которые находятся на сегодняшний день в Хабаровске, они в большинстве случаев соответствуют тем требованиям, которые предъявляются хостелам. Мы между собой общаемся, у нас там есть общие чаты. И в хостелах на самом деле это запрещены распитие спиртных напитков, курение, посещение хостела в нетрезвом состоянии. И многие хостелы делают такой фейс-контроль, дабы ограничить своих гостей от нежелательных гостей. И такой момент. Должна ли я проверить наличие лицензии? Данный вид деятельности, он нелицензируемый. И обязательность есть классификация средств размещения. На сегодняшний день он обязательно только в тех городах, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года. И к 2020 году будет обязанность всех средств размещения, это не касается только хостелов, это любое средство размещения должно будет пройти обязательную классификацию. Татьяна, и напоследок, с точки зрения бизнеса, насколько эта ниша сегодня занята? Это бизнес очень сезонный. И мой совет для тех предпринимателей, которые хотят начать этот бизнес, то делайте что-то необычное. Например, очень много гостей приезжает с домашними животными. Например, не все хостелы могут принять гостей с домашними животными. Если это будет какой-то специализированный хостел, который будет принимать таких гостей, почему нет? В этом есть потребность. Или, например, хостел, в котором будут останавливаться, например, семейные пары с маленькими детьми, где будет все для этого предназначено. Например, будут там маленькие кроватки, будут стульчики для кормления, горшки, какая-то игровая зона. Это тоже интересно. На самом деле интересные бизнес-идеи. Спасибо, Татьяна, вам большое за это. Надеюсь, мы дали вам максимально полную информацию, в том числе и как правильно выбрать уютный мини-отель. Просто с одной стороны не хочется упасть лицом в грязь перед туристами, с другой стороны, чтобы и местные жители остались довольны. Тем более, что мы, хабаровчане, народ очень гостеприимный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова